За последние полвека животный мир сильно пострадал от человеческой деятельности. Это сильно отразилось на численности многих видов животных. В этом видео собраны животные, которые сегодня находятся на грани исчезновения. Флоридская пума – самый редкий подвид пумы. Ее численность в природе в 2011 году составляла более 160 особей. Прежде была распространена от восточной части Техаса до юго-восточных штатов США. Флоридская пума отличается сравнительно мелкими размерами и высокими лапами. Причиной ее вымирания стало осушение болот, спортивная охота, отравление и скудность генетического материала. Пума занесена в Красную книгу со статусом в критическом состоянии. Стерх или белый журавль – эндемик северных территорий России. Стерхи находятся под угрозой исчезновения и внесены в международные списки Красной книги. В настоящее время численность якутской популяции вида в дикой природе – 3000 особей. Критическая ситуация сложилась с западно-сибирскими стерхами. Их в природе осталось около 20. Большая часть птиц в зимнее время мигрирует в долину реки Янзи в Китае, где люди уменьшают площади возможного проживания этих птиц. В местах гнездовий факторами снижения популяции служат нефтедобыча и осушение болот. В 2002 году была разработана программа по восстановлению популяции западно-сибирских стерхов, которая активно реализуется и по сей день. Амурский тигр – один из самых малочисленных из северных подвидов тигра. Занесен в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. В апреле 2013 года численность тигров на Дальнем Востоке оценивалась в 450 особей, а по данным тигриной переписи 2015 года на российском Дальнем Востоке обитает 540 амурских тигров. Есть планы расселить тигра в пределах его исторического ареала. Таким образом, численность тигров может вырасти, и угроза его исчезновения станет меньше. Пиренейская рысь – вид класса млекопитающих, отряда хищных, семейства кошачьих. Вводится пиренейская рысь на юго-западе Испании. Изначально была широко распространена и в Португалии. Для сравнения, в начале 20 века их насчитывалось около 100 тысяч, а уже к 1960 году численность сократилась до 3000. Пиренейская рысь – один из самых редких видов млекопитающих. По оценкам на 2005 год, ее популяция составляет всего 100 особей. Большая панда является национальной эмблемой Китая. Она обитает в горных регионах Центрального Китая, Сычуань и Тибет. Большая панда является уязвимым видом. Ученый предполагает, что в дикой природе осталось 2060 особей. Большая панда является символом Всемирного фонда дикой природы. В 2016-м произошел небольшой рост популяции, что привело к изменению статуса в Красной книге. Еще одна панда находится под угрозой исчезновения. Это малая или красная панда. Хотя она и является хищником, питается преимущественно растительностью и является безобидным зверьком. Именно из-за этого в дикой природе она часто становится жертвой настоящих хищников. Вид классифицировали как вымирающий, так как в природе их осталось всего 2500 особей. Основную опасность животным представляет постоянная вырубка лесов, а также браконьерство и охота на малую панду из-за ее красивого меха. За последние полгода численность этих чудо-зверьков уменьшилась вдвое. За последние 50 лет популяция носорогов в Африке сократилась на 96%. А все потому, что в Африке существуют целые синдикаты браконьеров, которые охотятся на носорогов из-за их ценных рогов. И не только браконьеры убивают животных, но и местные племена, для которых рога – это ресурс для лечения болезней. Белый носорог когда-то насчитывал популяцию в сотни тысяч особей. А сейчас его подвид, северный белый носорог, практически исчез. На конец 2015 года в мире осталось всего три представителя этого подвида – две самки и самец в заповеднике Кении. Ситуация настолько опасная, что этих особей круглосуточно стережет вооруженная охрана. Еще один вид африканских носорогов, находящихся под угрозой исчезновения – это черный носорог. Общая численность их всего три с половиной тысячи. В 2013-м один из подвидов черного носорога официально объявлен вымершим. Список животных, которые находятся на грани вымирания, можно продолжать еще очень долго. Больно от того, что наше с вами поколение может застичь исчезновения многих этих животных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова